Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис Кто есть кто в античном мире? Выполняя данными из википедии и интернета Стикс. Стикс – река в царстве мертвых, через которую души умерших традиционно перевозятся в хорону Иногда она описывается как озеро или топь, как, например, в комедии Аристофана «Лягушки» У Данте это тоже грязное черное болото, в котором гневные, в кавычках, должны драться друг к другу Дровя изгрызть в кулачки, а у грюмой давиться грязью И так она появляется в картине Делакруа Данте и Вергили, переправляющейся через Стикс У Гомера самое страшное клятву богов – присягать именем Стикса В негомеровской легенде Ахилла погружали в Стикс, чтобы сделать его неуязвимым Геродот писал о существовании ручья в Аркадии, отвесно срывающегося со скалы Его воды холодны, как лед, и оставляют черный след на камнях Считалось, что это воды Стикса В древние времена думали, что воды его ядовиты Ариан Флавий и Плутарх сообщают о том, что Александр Великий был отравлен водой из Стикса Прислана ему в копыте мула, хотя Павсани не упоминает об этом факте Известная картина под названием «Хорон, переплывающий Стикс» Написана фламандским пейзажистом Патиниром Изображает широкую реку с двумя поразительно различными берегами Берег живых полон света, а берег мертвых зловеще чернеет под штормовыми тучами Возможно, что это самая удачная попытка передать атмосферу ада Ну вот так вкратце о Стиксе Стикс – река в царстве мертвых Через которую души умерших традиционно переводятся «Хорон» Пока-пока, до свидания Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...